Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел поговорить на тему крошим шлемешкан. Крошим в смысле доски, из которых построили скидню, построили мешкан в храме, который нам рассказывает, что размер этих досок был 10 ам от высота, 1 ама ширина и 1,5 амы толщина. Если мы сделаем расчет и разобьем эти доски на кубические сантиметры, у нас получится расчет такой, что если мы считаем, как большой размер амы для того, чтобы больше было впечатлительней, я делаю расчет, что каждая ам она была примерно 60 сантиметров. Значит это 60 сантиметров на 90 и еще умножить на 600, потому что 10 ам от. Получается в общем 2 миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи кубических сантиметров и это с расчетом того, что мы чуть-чуть снимаем снизу, потому что нижняя ама она не была полная, поскольку там из досок торчали такие ножки, которые входили в подставки, на которых держалась эта доска. Поэтому это не совсем точный расчет, что 10 на 1 и на полтора. По крайней мере примерно получается такой расчет. Если мы посчитаем сколько весит грамм дерева, кубический, извините, кубический сантиметр дерева, то есть это зависит от вида деревьев, но мудрецы нам говорят, что отцы и шитим, из которых делали доски для мешкана, они считали, они были очень легкие. Самое легкое дерево, которое мы знаем в наше время, это примерно полграмма за квадратный кубический сантиметр. За кубический сантиметр. Если мы умножим полграмма на 2 миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи кубических сантиметров, у нас получится, что вес доски был тонну и треть. Но также надо взять расчет, что доска была покрыта золотом. Толщина золота мудрецы говорят, что была треть пальца. Палец мы считаем как ширина большого пальца. Если мы берем большой размер, как хазаныш, получается 2.4 сантиметра это палец. Если мы делаем это на три, потому что это была толщина треть пальца, получится 8 миллиметров. Если мы возьмем 8 миллиметров и покроем всю доску, золотом у нас получится, у нас получится, что в общем было 120 тысяч кубических сантиметров золота до каждой доски. кубический сантиметр золота весит в среднем 19.3 грамма. Если мы умножим 120 тысяч на 19.3, у нас получится, что только золото, которое было покрывающее доску, 2 миллиона, 2 тонны и треть. То есть, если мы возьмем дерево и золото вместе, у нас получится, что каждая доска весила 3 тонны и две трети, то есть 600 тысяч килограмм. Значит, это был вес каждой из доски. Теперь смотрите, как интересно. Мудрецы нам рассказывают, что когда Мушарабейну подошел к доскам, чтобы их поднять, чтобы собрать этот мешкан, он увидел, что они такие тяжелые, невозможные. Он обратился к Всевышнему и спросил его, что же мне делать, как я смогу поднять такие тяжелые доски. Говорит ему Всевышний, нет проблем, сделай вид, как будто бы ты поднимаешь, и они поднимутся сами. Что интересно? Интересно то, что однако Мушарабейну каждые 7 дней подряд собирал и разбирал мешкан, это одно. Но ведь мы же знаем, что не только Мушарабейну собирал мешкан. Мешкан переходил и кочевал с еврейским народом по пустыне, и у них было несколько и несколько переходов, и каждый раз они собирали и разбирали. И тогда это не был Мушарабейну, тогда это были просто левиим, левиты, которые отвечали за то, чтобы построить храм. И они это делали с легкостью. Мы не видим, что были какие-то сложности, мы не видим, что были какие-то обещания, что Всевышний сказал, что для них тоже будет такое чудо, что они будут подниматься сами, сделайте только вид. Это нужно понять, что изменилось Мушарабейну, когда строил, и когда левиим строили, это очень странно. Ответ мы находим в книге Зора Кадош. Зора Кадош говорит, что в то время, когда Мушарабейну начал строить мешкан, тут произошла очень-очень сильная война, поскольку пока не было мешкана, нечистая сторона в духовном смысле в мире, она была доминантная, она была сильная, и как только построили мешкан, мешкан убрал эту нечистую сторону, и написано, что она ушла в дыру земли, что-то такое, понятие какое-то, я не знаю, как это объяснить. Но, по крайней мере, нужно было здесь двигать что-то, что находилось постоянно в мире. И вот эта вот нечистая сторона, она не давала возможности, она воевала за себя, чтобы остаться здесь, она не давала Мушарабейну возможности поднять эту доску. Поэтому нужно было обязательно помощь сверху, чтобы победить вот эту нечистую сторону. И написано, что когда Мушарабейну поднял мешкан, поднял эти доски, построил мешкан, тогда написано вояк, кем это мешкан? Что значит вояк? Кем поднял? Поднял мешкан. Поднять это значит что-то, что лежит на полу. Его нужно поднять. То же самое, как мешкан был поднят, то же самое, чистая сторона была поднята, и она встала, и стала доминантной в мире благодаря того, что произошел этот мешкан. И как только Мушарабейну построил мешкан здесь, параллельно построился мешкан на небесах. Потому что все, что есть внизу, есть также и наверху, и это все время одно параллельно другому. Как только это произошло, как мы говорили, укрепилась эта сторона. Поэтому после того, как Мушарабейну сделал вид, что он поднимает, и Всевышний ему помог поднять этот мешкан, и это то, что укрепило чистую сторону, война была закончена на каком-то этапе, и теперь не было никакой проблемы для Ливиим просто поднять эти доски. Несмотря на то, что они были очень тяжелые, была такая возможность, потому что, так как объясняет Зоа, мы видим, что не в весе была проблема. Есть еще один вопрос, который я бы хотел здесь затронуть. Мы видим, что Всевышний говорит Мушарабейну, сделай вид, как будто бы ты поднимаешь, а я подниму. Зачем нужно было делать вид? Можно было просто, чтобы Всевышний сделал чудо. И храм стал бы сам по себе. Зачем нужно было участие Мушарабейну в укреплении мешкана? Мы видим здесь одну очень важную вещь, что каждый раз, когда мы хотим сделать какую-то хорошую вещь, хорошее дело. Мы хотим построить Ишиеву, построить синагогу, открыть какой-то урок. Любая вещь, которую мы хотим сделать, мы видим, что она всегда очень-очень тяжело дается. И почему это так? Потому что, как мы говорили, что есть вот эта вот плохая сторона, которая держится на своем месте. И она знает прекрасно, что как только придет какая-то хорошая вещь, она сразу ее отодвинет в сторону. Это она не хочет давать. И все время есть вот эта вот эта борьба. Нужно знать, что мы должны сделать максимум для того, чтобы добиться той хорошей цели, к которой мы стремимся. И несмотря на то, что иногда бывает, что это невозможно, это кажется что-то очень большое и так далее, мы должны знать. Ты делай свое дело. Делай вид. Делай вид, что ты чем-то занимаешься. А Всевышний уже восполнит это до конца. Потому что Всевышний никогда не дает испытания больше тех сил, что человек может устоять. И закончим притчей, которая подчеркнет вот, как сказать, заточит вот эту мысль, что был один царь, и он искал жениха для своей небесы. Но ему нужно было жениха с крепким характером. И он построил огромную башню, очень-очень высокую. И он сказал, тот парень, который сможет залезть до конца башни, он будет муж моей дочери и в конце его дней он будет царем. Конечно же все побежали, все собрались и все начали лезть на эту башню. Но дело в том, что царь был не дурак. И он каждую ступеньку делал ее все тяжелее и тяжелее. И когда уже доходили до какого-то уровня башни, то уже там были такие ступени, что нужно было большие-большие способности для того, чтобы можно было их перелезть. И каждый раз, каждую ступень все больше и больше под ней возвращались назад, потому что они видели, они смотрели на вершину башни, они понимали, что если здесь так тяжело, то там вообще никакого шанса не может быть. И так это продолжалось и продолжалось и продолжалось, пока остался только один парень, который был очень-очень прямо. И он не отпускал, и он старался, и старался, и тянул, и постался залезть на эту и так, и так, и так, и так, и так. И вдруг он чувствует, что все, у него силы кончаются, у него больше нет возможности. И вдруг он думает, как же это может быть? Саня дал такое указание, залезть на башню. И он сделал башню, на которую невозможно залезть. Это же не может быть. Собрался всеми силами и залез на еще одну ступеньку. Но тогда он же вообще упал просто без сил. И он понял, что здесь он останется до завтра, пока он наберется заново силами и пойдет назад, как проигравший. Вдруг открывается дверь в стене, и оттуда выходит сам царь из какого-то лифта, который он построил внутри этой башни. И он его объявил как женихом, как мужем своего дочери. И тогда он взял его вместе с ним в лифт, и вместе они поднялись на вершину башни. И тут как бы была завершена вся эта миссия. То есть мы видим, что Всевышний говорит, делай сколько ты можешь. Делай, сделай вид. Я знаю, ты никогда не сможешь подняться до конца башни. Это не в силе. Но я хочу видеть тебя, что ты делаешь то, что ты можешь. И когда ты сделаешь то, что ты можешь, я дополню то, что остается. Большое спасибо. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok